31 марта москва карантин зима и это видео о том можно ли выращивать княженику намного южнее на тысячи километров южнее москвы краснодарском крае на самой южной ее точки краснодарского края за отругами кавказа я выращиваю княженику 19 сезон сулеманов наиль биолог образование ленинградский университет подписывайтесь на мой канал чтобы не потерять более 120 видео о княженике морожке амурском винограде и других ягодах и так 5-6 лет назад княженику я послал в гулькевич и она там прижилась потом я послал курганинск там тоже она у марины в улах при прижилась совсем недавно я звонил кур звонил в гулькевич и и мне екатерина которая первая посадила княженику в тех краях сказала что все прижилось только ягод немного но это совершенно южная часть ареала ее на кавказе дело в том что это кавказ на кавказе у нее южная граница ее ареала потому что горы горы имеют такой же зональность как с севера на юг от самых льдов до самых жарких мест поэтому была естественная мысль что ее можно выращивать краснодарском крае на кавказе и даже на южность на южной стороне кавказа недалеко у береговой линии из-за того что эта земля находится между тремя морями черным морем на юге азовским на северо-западе и на востоке каспийское море здесь воздух достаточно влажный а кроме того здесь идет согревается на склоне морской насыщенный водой воздух и поднимаясь наверх смешивается с холодными слоями атмосферы и здесь выпадает в виде осадков виде росы ночью и здесь влажно это вода стекает по горным речкам ручьям она очень холодная и здесь прекрасный микроклимат особенно вот за этими гребнями здесь солнце с юга светит и за гребнями здесь образуется менее нагреваемая как бы площадь из-за того что здесь все зелено из-за того что здесь речки здесь высокая влажность и достаточно прохладный воздух если ехать на экскурсию в районе джугбы здесь архипово осиповка вот в этих краях есть много много различных водопадов где можно увидеть эти русла и они прохладные там вполне реально выращивать к неженику главное чтобы им доставался свет хотя бы немного здесь много холода снега воды и много солнца здесь кавказ и вот эта вода с черного моря поднимается по гребням и конденсируется и в виде дождей опускается по многочисленным рекам которые здесь протекают если вот эта часть за гребнем северная часть кавказа здесь на высотах до 1200 метров на северном кавказе просто прекрасный биотоп который подходит для княженики потому что здесь юга солнца а только утром солнце здесь прогревает хотя ну короче говоря вероятность того что больше мест для княженики здесь найдется здесь больше чем на этой части хотя здесь тоже все испещрено прямо здесь видно вот сколько рек здесь всегда можно найти холодную холодное русло которое закрыто вот допустим с юга вот она речка и с юга закрыта вот этим гребнем и на нем можно выращивать если найти место выращивать княженику и так много 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 мест всегда найдется биотоп где можно выращивать княженику в этих местах я уже говорил что в курганинске самое первое место где я выслал где прижилась к неженику екатерины также здесь недалеко находится а это курганец групп про гулькевича я говорил а в курганинске марина в улах тоже прекрасно у нее прижилась и тоже растет уже третий сезон я думаю что можно и здесь выращивать я сейчас не могу сказать но где-то уже пять-шесть человек уже получили от меня посылки с саженцами были посажены в феврале в марте вот совсем недавно здесь в районе ейска было тоже в один поселок выслан тоже только-только получила будем следить как они будут приживаться в такой вроде бы степной почти степной зоне но здесь рядом вода поэтому здесь тоже должно расти в районе анапы вот когда дорога идет на новороссийск вот в этой части в горах там тоже есть биотопы которые могут подойти для княженики и здесь тоже может расти княженика новороссийск но здесь слишком жарко на самом вот побережье но где-нибудь здесь в складках правда здесь цементные всякие бетонные фабрики не знаю как это влияет но во всяком случае здесь можно тоже найти места где можно выращивать а также вот здесь на этих склонах я не пробовал на тамане там не должно вообще-то но потому что слишком жарко она по вся стоит на водах на на воде на болотах здесь тоже слишком жарко но можно попробовать но это в будущем здесь должно расти потому что это на уровне урганинской на уровне гулькевичей должно расти вот они прохладные места где можно выращивать княженику вот такой тут рельеф можно сажать княженику и влажность вот в этих складках можно и тень найти и солнце любую влажность как у как удобно при этом достаточно солнца для княженики и влаги много воды а вот и родственник княженики с таким же красивым цветком но это не княженика тоже розация это местный шиповник здесь видите высокая влажность мох растет и для княженики здесь прекрасное место чтобы не потерять эти сведения и более ста видео подпишитесь на канал нажмите на колокольчик оповещения я буду рассказывать вам дальше я биолог сулеманов на или княженику нужно сажать в этих южных краях защищая от солнца это должно быть либо стена из растений какая-то вот либо здание либо забор что-то такое хорошо чтобы были растения потому что растения дают влагу нужна влага в виде прудиков это необязательное условие здесь и так влажность высокая воздуха но в какие-то критические моменты допустим в июле может быть очень жарко и сухо в августе поэтому желательно чтобы вода была либо ручьем либо речкой хотя с трех сторон моря море азовское море черное море каспийское это дает влажность и атмосферный воздух тоже дает при смешивание теплого воздуха по стене поэты с холодным высотным воздухом в горах таким образом растения должны утром освещаться какое-то время и чтобы это пекло не было вот это вот стена из живой изгороди или как-то еще защитить нужно либо экранчик сделать какой-то и все будет прекрасно расти в обед в обед начиная допустим с 10 часов хорошо бы иметь тень здесь и тени здесь можно найти очень много потому что это склон весь поросший зеленью лесами различными там есть вода много русел как мы показали их очень много но когда же сажать в этих краях принципе сажать можно почти круглый год начиная со второй половины сентября когда спадает жара в этих краях можно уже сажать тем более что в горшках растения уже готовы к перемещению они имеют уже будущие будущего года почки заложены бутоны будущего года цветения и можно сентября сентября октябрь прекрасное время ноябрь декабрь в январе можно перерывчик сделать небольшой хотя тоже можно при нынешних теплых зимах получить посылку и поставить куда-нибудь или сразу же зарыть если готова грядка дальше хорошо в феврале уже нормальное время для посадок в этих краях март совсем идеально и можно до мая до самых жарких таких дней в принципе сажать потому что они в горшках здесь они в горшках еще не сильно проросли в москве в нашем питомнике княженики и поэтому можно сажать вплоть до первых числах июня а в самую жару беречь надо от солнца только утреннее вечернее солнце для княженики подойдет поскольку в этих краях уже выращивают и клюкву и бруснику и другие северные ягоды голубику например то можно также выращивать думаю что и морожку хотя это не ее зона но если повыше до высоты 1200 метров то можно и морожку сажать я Сулейманов Наиль биолог подпишитесь на мой канал ставьте лайк если понравилось потому что очень трудно снимать это видео и жду до следующих встреч